обзорная экскурсия по центру лондона на пуре новое представление должен это показать их ними доходами которые вы не зарабатывать 750 фунтов неделю ленте стоят новые машины новые 6 990 это видео мне стало продолжением моей истории покатушек по лондону потому что и так получилось довольно долго это отдельная уже другая история вам на радость мое новое видео мне радость что есть что вам показать не будет же кто-то смотреть видео которое длиной там по три часа правильно так я что-то не пойму вообще там есть дорога или нет загрузился я в лондоне конкретно в лондоне не вот не под ехал я сюда кто не видел видео можете посмотреть кто не видел видео можете глянуть как это было я ехал реально там по городу и в том числе по центру города тоже потому что я когда приехал разговаривал один парень был водитель чернокожий тоже мы с ним разговаривать но и тоже просто их много поэтому или тоже я с другим разговаривал 3 какая красота впереди и этот и поэтому говорю сложно не надо с ним беседовали на рядоводу центру реально перейти что-то дион за правительство но он так здесь только влево здесь я так понимаю так хочу за фигня человеку плохо что ли видите белой рубашки в брюках сидит на полу держится за голову рядом возле него другой стоит кто-то я 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 ворачиваю сейчас опять налево загрузили на 24 700 пачка сейчас вообще перестанет ехать но а я вам показываю не потому что я езжу той же самой дорогой если вы это видели вам будет было бы не интересно да что я еду той же самая дорога поэтому я еду другой дорогой ребят но мы сейчас в лондоне и выезжаю я по низу потому что еще разговаривал же с поляками поехал карта вам видно видят по верху как я заезжал я еду другой дорогой вниз мы сюда заезжали когда я приехал у меня еще два поляка моей фирмы на этой загрузке и они тоже обратили внимание что там пробки огромные и решили ехать через низ они ну естественно я как бы послушал людей которые постоянно тут ездят что-то вообще за поворот как так получилось что я закрыл поворот все нормально полоса поэтому еду не хочу попасть на пробки переправа на сегодня моя отменяется забил себе паркинг до которого показывает 235 езды это в районе 25 километров от порта двери дальше едет куда идти кстати два поляка поехали и туда еще едет украине которым не видел ограничения в котором мы еще воскаление проходили год назад даже больше так это не светофор вправо а вот и мой светофор личный что за фигня ну понятно этот новый двухэтажный не старый вот просто красавец вообще такой ух мне кажется иногда было в своем стиле и поддерживать такие старые бусики потому что все магнитики там разные все-все-все ой надо прошу прощения за крёжик который я издаю другой возможности наверно не будет раз я побывал в лондоне то я не мог это блин я уже упаковал ребят я думал сумочки не мог вам не показать магнит который я купил на холодильник взял больше чем обычные такой этот такой чуть длиннее получается у него там все достопримечательности и я то был лондоне я вот это разве раз школе 2 наш я вообще продаем походу не сюда конечно не сюда так как вы же было на 3 сейчас я заеду ребята смотрите супермаркет грузовикам запрещено это что остановка или въезд как всегда хочу вам показать одно а еду блин черти куда ну как можно так работать такой навигатор и как же тут развернуть она даже не показывает на разворот она показывает дальше давайте я поеду дальше я даже не знаю развернулся бы этот или нет зато вы увидели автобус а я увидел куда я заперся в очередной раз и и и и и и Вот опять этот эксит, и как же я, меня просто честно поражает, я ж нифига не вижу. Вроде бы так. Блин, ребята, вы видите, как на кольцах, конечно, это проблема. Это в городе, такие кольца не делают на автобанах. Это в городах, так кольца стоят, что просто космос, выезжать невозможно, не видно ничего. Рассчитано подправо. Так, я так понял, мы вернулись туда, где были, да, только что? Ну, теперь надо опять, я не пойму, куда она, конечно, меня ведет. Стоп, теперь прямо мы едем. Я даже успел занять свою полосу, невероятно, но факт. Сейчас еще и заглохнуть может. Кстати, начало глохнуть мой автомат. Два раза уже глохнуло, хоть бы и даешь по чуть-чуть там все. Так, ребят, вы имеете терпение, потому что, кто знает, я тут езжу совсем недавно по Англии, я имею в виду. Да и так не сильно давно, но по Англии вообще недавно. Так, ну вот какой тут третий? Реально, какой тут третий? Я же туда только что заезжал. Где? Вы видели? Смотрите, раз, два, три. Я с третьего приехал, едем прямо. Ммм, веселуха. Потом можно было сходить и поснимать цены, какие есть. Мне реально интересный английский, это на так. Все, тут нам направо. Вот так надо, чтобы она говорила. Потому что с этими съездами вообще ничего не понятно. Раз, два, три. Начинаешь, когда ездить тут, ну, сразу, то есть, проснулся, выезжаешь, сразу кажется, блин, что-то вообще не то, как, ну, как, все как будто в лоб тебе хотят ехать. Ну, едут тебе на встречу и все, хоть и тресет. Ого. О, но здесь хоть будет, возможно, зеркало. Ну, зеркало, видите. Так, выезд тоже, видите, какой есть. Рейндж-ровер меня будет пропускать? Или не будет? Будет. И даже рейндж-ровер будет меня пропускать. Представляете, у нас в Украине, чтобы рейндж-ровер вас пропустил на грузовике, впереди себя, в центре какой-нибудь столицы. Москвы или Киева. Нет, шучу. Конечно же, вот, до брата езжу, приезжаю, реально, их, конечно, меньше, чем, но, тем не менее, они тоже уступают. Я думаю, люди понимают, что, если будет показатель, как, что на таких машинах не уступают, то, таким машинам тоже не будет уступать. Вот он, кстати. Так, куда там? Это через 110 метров. А, ну, ясно. Это ж меня хочет увезти в другое место. Это меня хочет обвезти, вот вам видно, по верху, как я говорил, тут пробки. А по низу, по крайней мере, никто не знает, есть ли они или нет. Что за фигня там? Короче, какой-то 16,5 тонн запрет, а у нас 40. Ну, вроде бы, там по времени ограничения. Да, со своим грузом мне только выезжать сейчас в правый ряд. Давай, родная, поехали. Кто-то приспал на Volkswagen. О, какой красавчик. А что ты будешь делать? Дай мне объехать этого долбанного автобуса. Оп. Ах! Ну, чувак, ты вообще однаголел. Я тебя все равно буду обгонять. И хочу я на каждой остановке за ним останавливаться. Все, остановка. И вот так вот мы его сделали. Смотрите, ребята, на Лондон пока есть... Возможность. А то я не знаю, как часто я буду тут ездить. Честно говоря, наверное, на фуре я меньше всего хотел сюда приехать, но... Времени не повернуть вспять. И уже сделано, что сделано. Приехать приехал, надо теперь выехать. Вот, а вот видите, М4. Вот это сюда мы едем... Короче, чтобы меньше ездить по городу, кто видел, как я сюда заезжал, это кино, блин. Так, А-406, что за фигня? Смотрите, как я сюда заезжал. Это по всему, блин, городу, по узким улочкам, по кольцам. А назад хочу выехать уже побыстрее на автобан. Так, это еще, я так понимаю, подготовительная к автобану, это А-4. А выезжаем мы с вами на М-4. Знаки 50. Смотрите, это в теории город, да? Или автобан, или что-то национал, как-то, не знаю. Но это все Лондон еще. Знак 50, это вот как бы вполне неплохо. Это сколько там, где-то 80 километров получается разрешено. Ну да, без 26. Столица. Великобритании, блин. Без 26 вечера, а у них, кстати, без 25. В общем, отлично. Самое нужное время я сюда приезжал. Зато очередной раз повторюсь, мы с вами смотрим город. Тут радио, мне знаете, как нравится радио у них слушать? Просто сейчас все-таки музыка какая, видно, домой все едут. Рассчитано, чтобы... Люди слушали мы. А так я вам... А что, когда не надо, блин? Да. Да. Ребят, реально, когда хочешь найти музыку, нету. Одни болт, одна болтовня. А теперь, когда хочу вам показать... Да, книжка. Реально, может, повредить. Реально, может, не шоу. Поехали. В общем, вы поняли, что я хочу показать. Можно, как я видел, разное слушать, разное произношение. Смотрите, домики какие. А вот какие домики? Давайте по-честному. Домики скромные, но все так же аккуратные. Говорят те же поляки, говорят, в Англии очень грязно. Я не спорю, что дома не так вычиханы, как, например, в Голландии, в моей любимой. И вот опять же люк, я повторюсь, он меня смотрит. Люк, люк, птичий люк. Можете написать в гугле, его находит. Классный такой чувак, рассказывает очень интересные подкасты. И вот он за вот эти old-fashioned windows рассказывал, которые, типа, вы меня поняли, да, кто хотя бы чуть-чуть учится, тот... И вот говорит, что, когда приходишь смотреть дом, они там, во, типа, тут вот old-fashioned windows. Он все, вау! How fantastic! Это его слова, это не моих. Бриллиант! Он говорит, я на самом деле считаю, что это говно. Говорит, типа, ну реально, сидишь зимой, ветер продувает. Нужно запихивать там, заклеивать, запихивать какие-то газеты, чтобы не продувало. Кому нужны, типа, это старые звуки все проходят. Ветер, ну, сквозняк проходит. Ну че, не че. Я тут абсолютно согласен, что, если еще, может, делают какие-то... Ну, хотя, смотрите, вот, я не знаю, вам, наверное, не видно, вам же вот так. То есть, вам нужно перемотать, чтобы понять, о чем я говорю. И вот есть окна старые, подстарые, но с виду похоже, по крайней мере, как деревянные. Такие может быть еще и... Так, вот тут надо не прозевать сейчас наши... Вот что это за схема вообще? Короче, я так, если по этой схеме, то я проеду сейчас прямо. Бедная ласточка на первой передаче. Тут расход 200 литров будет показывать ревновенный, когда трогаешься. Кстати, что у нас по осям? И по осям разложили нормально, 10,3 у меня на заднюю. То 10,2, то 10,3. И 23 на 3 прицепа. Ну, на 3,8 прицепа. Лондон, Лондон. Ребят, как бы ни тяжело, как бы ни было там, немножечко понервничал, да, пока тут там ездил. Ну, естественно, без этого. Но, смотрите, как у меня правое зеркало, я его реально еле держу, как бы, чтобы с чуваком не царапаться. А не могу взять левее, потому что 24 тонны, повторюсь, почти 25. И даже на таком бордюре можно разбудиться. Оставить резину. Она слезет, если поняли, будет прикираться. Но на таком маленьком она, наверное, может и нет, но если чуть побольше, то можно и разбудиться. Поэтому тут, как бы, пусть человек извиняет. Левее я же брать просто не могу. Да и быстрее ехать я не могу, реально. Надо было ехать, друг. Так, а куда я тут еду? Вот что за указатели вообще-то? Гляньте, мы в моих навигациях слилили. Так, влево не едем, едем прямо или влево. Два направо не едем и еще следующее два направо не едем. Короче, наверное, сюда. Классно все читать на английском. Я вам говорю, вот. Правда, насколько это лучше. Вот еще изучаю я язык, но это просто прекрасная возможность. Я еще, наверное, обращусь как-то отдельно с таким вопросом ко всем зрителям. Но, тем не менее, я реально буду искать возможность побыть в Лондоне примерно там 5, максимум 7 дней. Типа где-то что-то кому-то пусть помогать. Короче, как работа, только без оплаты. Чтоб я говорил, вся моя, вообще, вся моя там планы, даже планы на иммиграцию. Не то, что иммиграция. Только, основана только на... Ой, такой мэр справа, не охота его задеть. Только на легальных путях, поэтому у меня виза нерабочая в Англии. У меня написано, не имею права работать и получать пособие на моей визе. Поэтому буду искать возможность, как бы, поволонтерить, что ли, за нахождение непосредственно в среде. Да, все, притормозил уже 50. Че ж... 30 на 1,6, это сколько вообще? А вот и радар, че-то, это тормоза. Ну, выезжай, кто же тебя еще туда выпустит. Выезжай, чего. И да, если вы заметили, то здесь моргают аварийкой все-таки. В Европе, там, на материковой Европе, поворотниками право-лево, то здесь аварийкой. Я понимаю, что он сейчас передо мной встанет, но и просто... Никто его выпускать и не хочет, понимаете? И он так будет стоять дальше. А так, глядишь, когда-то выпустит меня автобус. Вот он поворачивает, всего и следовало ожидать. Все равно красный свет, мы пока стоим. Будет возможность перестроить, нет, нет. А мы с вами пока смотрим... ...здание. Смотрите, какой вот разношерсткий народ, реально... ...эти... Вот, молодежь заходит в автобус и... Так, надо, наверное, отъезжать их, что ли? Да, надо попробовать отъехать, может, даст кто-то дорогу. Молодежь заходит в автобус и почти никого нету здесь. Да, смотрите, мы же с вами тестим, как пропускают. Я же говорю, я не то, чтобы сильно спешу, поэтому мне можно и подождать. Но сам интерес, вот стоит автобус, я знаю, что здесь прицепт... ...эх, кого-то еще забыл, чувак, жаль. Вот, смотрите за народ. Понятно, может, здесь, конечно, ну, как бы, или какое-то учреждение специальное для них, я не знаю. Ну, вот, эти афроамериканцы разные, не знаю, чем может, сирийцы, вот, мусульмане. В общем, не коренные эти англичане, я уверен, наверное... Наверное, это, кстати, может еще и круче, чем США. Переплетены все национальности. Хотя где-то я смотрел какую-то новость, типа статистики, то все-таки США на первом месте. Так, вот, знать бы, где у него будет следующая остановка, была бы, наверное, легче. О, давай его объедем, чувак. Спасибо, но ты прозевал свой шоу. О, надумал обогнать, ох, и кино, блин. Надумал обогнать, и сузилась полоса, да, и есть. Я надеюсь, тут у него не будет остановки, все же не будут ждать. А вот сейчас надо хорошо продереть окно, едет этот классный автобус. Так, вот что там? Все, отлично, автобус от нас уезжает. О, рисковый парень, чувак, о-па. Да, обзорная экскурсия по центру Лондона на Пуре. Новое представление. Блин, за такую экскурсию надо брать кучу денег. Водитель стресс переживает. Шучу, уже не переживает. Уже все, все переживания уже, опа. Закончились. Здесь, по крайней мере, нет для меня вот это самое, вот это кольца, которые мы ехали когда сюда, в Лондон, то вы должны были видеть, вот такая погодка классная, лондонская. Чик, дождь, а вон там, блядь, 5 пульсов. Или нету. Здесь колец нет таких, я колец, кстати, естественно, не боюсь, но боюсь ничего не видеть. Поворот входишь, когда вот так, вот именно городской, как сюда, да, вы поняли? Входишь в поворот и ничего не видно. Ну это, тут бойся, не бойся, но можно выехать, кого-то, естественно, не увидите, будешь виноват, как ни крути. Вон, натурал, виндоу, вот это, на которых люк, наверное, и говорил, что это нафига не нужный. Ой, заделку вся, наверное. Поворот, когда дворники выключал. Да, смотрите, город, реально-то город, а это 40 миль ограничений. Ну, довольно-таки не по-европейски. Тут везде 50 километров, а не 40 миль делает. О, веселуха впереди, пятый съезд, мне надо будет. Видите, боятся радаров. А где-то прочитал, что почему за них предупреждают везде. Не для того, чтобы нащелкать штрафу. То есть, ну, хочешь нарушать, пожалуйста, заплати штраф. А для того, чтобы не было аварий. Потому что, если не предупреждать радар, то люди, когда видят радар, сразу резко по тормозам дают, и из-за этого много ДТП. Поэтому решили предупреждать. Ребята, впереди нам нужно будет занять пятый съезд. Это цель, точнее, будет цель сейчас. Я, наверное, сейчас пару кругов нарежу, и не туда поеду. На А4, М4, вот. Вот что я искал. The best. The best, это значит, что мы будем что-то искать. М4 с double Z буквой. Вроде бы, насколько я понял, у них такие обозначения. Вот, самолетик пройдет. Где-то рядышком, наверное, аэропорт, потому что уже низко летит. Если все получится, я сейчас летаю в Лондон еще непосредственно. Как турист. Тем способом, что я вам рассказал, можете смело смотреть билеты. Реально дешевые. Как я летал. Ну, я смотрел, то есть можно за 100 евро туда и назад летать. В Лондон и назад, из Киева. Прямым. По-моему, это шар. Другое дело, визу получить, у кого ее нет, конечно, проблема. Ясно, что украинцам ее неохотно дадут. Да и цена кусается за рассмотрение. Самая, это, мал, то же самая тяжелая виза, еще и самая дорогая, 200 евро. Считайте только за рассмотрение того, что допустят вас, не пустят. Хотя бы вдвоем податься с другом, с женой, там, не знаю, с кем-нибудь. Вот уже 400 евро за рассмотрение. Ну, а за 400 евро уже можно лететь в Египет. Блин, не могли полосы пошире сделать? Что за класс? Ребят, я не выключаю это видео, потому что хочу с вами уже повернуть на автобан. Там я вам уже покажу, что все в порядке. О, International School. Смотрите справа. Я только заметил. Вам видно здание справа, написано International School. Вот мне интересно, как это. Ну, суть я понимаю, но мне вот очень интересно, как это вообще, ну, происходит. То есть здесь все вот эти люди разных национальностей учатся. Только здесь они в обычной школе не имеют права учиться, или... International School of London. Эх. Не смог я вспотать International School. Это плохо. Даже перешел бы на боковое сидение, но там уже ветки. О, на звук сфотографировал. Отличная фотка. Что-то на Сивике постоянно отъезжает от меня, не доверяет. Я уже вспачкаю. Сегодня, я вчера переплыл, встал на паузу, и через 9,5 часов уже ехал сегодня. Как бы... Как бы... О! С камерой на голове. Трафик. Вот здесь, смотрите, когда едешь месячные 30 км, появляется такая штука. То есть, нажимаешь трафик, появляется трафик джам. Ну, там, если летит до меню, будет написано трафик джам. Либо, у меня на английском она выставлена. А если на польском, то корык нажимается. Он видно вам самолет, да, пошел? Вон, сейчас промажу и поеду в центро Лондон. Смотрите, что тут происходит. Я понимаю, у чувака на фуре, вон, на грузовичке, у него тоже для него тесноватая полоса. Но наши зеркала, ну, просто никак не... Точно. Еще и пятый съезд. А куда ж это я еду? Если пятый съезд, наверное, точно не самая крайняя полоса. Раз, два, три. А вообще на картинке их всего четыре. Отлично, блин. Положили. Ого. Я вот сюда не провалюсь. Благо, колеса большие. А так можно было бы и провалить. Потому что почувствовал, что... Ну, поняли, как янку почувствовал. Итак. Смотрим. Первое запрещено. Второе А4. Потом... Брэндпорт. И потом... Короче, на последний, получается. Лишь бы назад не заехал. Представьте, для людей вообще норма. Как вот такой город? Это вообще для людей просто в порядке вещей. То есть, наверное... Зонт это... Зонт это... Как... Не знаю. Это необходимая, скорее всего, зонт. Видно, там у них есть куда-то объезд. Потому что один захотел объехать. Эти два развернулись. Все, желающих больше нет. О, смотрите. Вот только что же был дождь. Потом ехали за кофе. Теперь опять начинаем. Должен это показать. С ихними доходами, которые водитель зарабатывает 750 фунтов в неделю, гляньте, стоят новые машины. Новые. 6,990. 5,290 левая. То есть... Я не пойму, я что... Новую Peugeot 207. Че какая она? Даже, понятно, как бы не... Не S-класса. Но, тем не менее, я... За три зарплаты, за две зарплаты можно купить новую машину. Представляете? Вот уже снимать не буду. 7,490. Peugeot какой-то. Я вообще такой не видел. Не знаю. Типа манютки. А, вот. 208. 208. 199 в месяц. Это, наверное, лизинг. Да, вон, ребят, куда фура поехала. Нам, скорее всего, туда. В общем, на мост больше мы не заедем. Это значит, очевидно, да, так и будет. Перед мостом нужно будет повернуть. Сейчас еще на кольце не наступить. Вот кольцо, о котором я говорил. Вот, тут вага, светофор есть. Опа! Пошла, родная. Блин, а вот какое я занимаюсь? По какой полосе я вообще еду, скажите мне? Вест, Вест А4. Это то, что я смотрел. Помните? Это то, что мне нужно. Вест А4. А там от А205. Нет, то не туда. Очень боюсь прицепом зажать кого-то. Я думаю, они тоже боятся. Они понимают, что я сижу с другой стороны, не стою, где они сидят. И кто ездит на фуре, тот еще понимает, кроме того, что я сейчас стою так. Прицеп у меня стоит вот так. А еще отсюда, поскольку кабина вывернута, еще отсюда вот торчит прицеп. Вот с этой стороны. То есть за него тоже нужно не забывать, потому что им тоже можно протащить. Понятно? Невозможно с ихними полосами, честно. Вот невозможно. Это что, где тут красный? Это не для меня? Не надеюсь. Нет, да мы тоже поехали. Это для тех, кто выезжает. Так, ребята, и вот он этот Вест. Я понимаю, желтый я видел, но на желтый нигде не запрещено ехать. Не исключение. Я бы просто-напросто... Я бы просто-напросто не остановился. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok